Всем привет, продолжаем рассматривать работы художников Форд Эдвард Онслоу, английский скульптор. Данных очень мало, я пользуюсь переводной педе. Эдвард Онслоу Форд родился 27 июля 1852 года в северной части Лондона. Супруга Эдварда Онслоу Форда, баронесса Гвендолин фон Крейсер, художник, женился на ней во время своего учебы в Мюнхене. Учился на континенте в 1870-1872 годах. Сначала в Антверпене, живем и затем в Мюнхене, в кульптуру, под руководством профессора Вагмюллера. В 1874 году Форд вернулся в Лондон, где под влиянием творчества Альфреда Гилберта решил стать скульптором. С 1875 года регулярно участвовал в выставках Королевской академии. В 1880-х годах Форд стал одной из ключевых фигур направления, получившего название «Новая скульптура», для которого характерно сочетание подчеркнуто детальных натуралистических форм и символического содержания. Образы, как правило, заимствовались из мифологии и поэзии. Чаще всего они выполнялись в бронзе. Творчество Эдварда Онслоу Форда можно условно разделить на два направления. Портреты из символико-аллегорические скульптуры. Портреты выполнены в добротной, реалистической манере и отличаются свободной, живой моделировкой Форда. Его работа «Безумие. Египетская певица» сближает его творчество с символизмом. Онслоу Форда был хорошо знаком со многими прерафаэлитами, особенно второй волны. Он принимал участие в деятельности, основанном крейном «Общество искусств и ремесел». Неоднократно представлял работы на его выставках. У нас, конечно, большая часть раннего успеха Форда пришлась на портретную живопись. Его портретные бюсты чрезвычайно утончены и показывают его предметы в лучшем виде. Он создал множество портретных бюстов, которые известны своим изысканным дизайном, тонким моделированием и правдоподобием. В 1881 году Форд перенес свою студию «Сидней Мьюз». Вместе с Альбертом Гилбертом работали над рядом экспериментальных методов, особенно в литье по выставляемым моделям, которые Форд пользовался на протяжении всей своей карьеры. Его работа «Безумие» была приобретена в попечителями фонда «Чантри» для Тейт в 1886 году. А последующие вариации Форда на эту тему, в том числе «Мир», «Певец», «Аплодисменты» и «Эхо» эти работы, названные идеальными фигурами, стали использоваться искусствовенными, как одни из определяющих произведений движения «Новая скульптура», которая развилась в Великобритании примерно с 1880 года, как реакция на пресность многих викторианских скульптур. Форд поддерживал коммерческое производство бронных татуэток и уменьшенных копий своих работ для внутреннего рынка. Добавляя цветные смолы, полудрагоценными камнями и элементами из серебра, полоски из меди и латуни. К примеру, в 1900 году, после длительного периода переутомления и стресса из-за финансовых проблем, у Форда развилась болезнь сердца. Он продолжал работать в быстром темпе и внезапно скончался в своем доме в Сент-Джонс-Вуде 23 декабря 1901 года. В память о Форде был установлен памятник, проектированный архитектором Симпсонов и созданный бывшим помощником Форда в студии Андрея Карла Луккези в Сент-Джонс-Вуде, недалеко от его дома. Памятик состоит из каменного столба с бронзовой сидящей фигурой, траурой, впереди основанным на статуе Форда в музе-поэзии и бюсту Форда в венке сзади. Образцы работ хранятся в Тейт, Музее Великобритании Альберта, Национальный портрет на галерее в Лоббане, Художественная галерея Лиди Левер, Художественная галерея Уокера в Ливерпуль. Вот так вкратце немного о английском скульпторе Эдварде Вонслов Форде. Пока-пока, до свидания, смотрим работу. Субтитры создавал DimaTorzok